Дагестан не стал исключением. Дагестан в Московской области были задержаны двое подозреваемых в содействии террористам. Преступникам удалось собрать не менее 8 миллионов рублей. Для этого они привлекли жителей Дагестана, которые и организовали в разных регионах сбор денег через платежные системы и банковские карты. В дальнейшем собранные средства перенаправлялись на территорию Сирии под контрольную членом ИГИЛ. Такие пожертвования совершили более 200 человек. Главу села Гиргебель судят за раздачу имущества родственникам. Причиненный ущерб оценили в 8 миллионов рублей. В махинациях замешана и бухгалтер. Они вместе заключали фиктивные договоры с физлицами на ремонт местных дорог. Также, как выяснило следствие, чиновник подарил принадлежащее селу имущество компании, которой владеет его родственник. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Гиргебельский районный суд. А в Агольском районе назначен в Рио главы. Им стал Закир Каидов. Коллективу, администрации и представителям общественности района его представил уполномоченный представитель главы республики по Южному территориальному округу Фуат Шихиев. По его словам, Закир Гусейнович показал себя прекрасным руководителем, работая на предыдущих должностях. В том числе и начальником управления образования города Махачкалы. Самая маленькая пенсия зафиксирована в Дагестане. Такие данные приводит Министерство труда России в докладе о результатах мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2018 году. Наряду с нашей республикой на последних строчках также расположились Кабардино-Балкария и Калмыкия. По данным ведомства, средний размер пенсии жителей этих трех субъектов составляет около 12 тысяч рублей. При этом самые высокие выплаты получают жители Чукотского и Ненецкого автономного округов. Там пенсия варьируется от 24 тысяч рублей. Но несмотря на низкий уровень доходов и самые маленькие пенсии по стране, дагестанцев ожидают плановое повышение тарифов на электроэнергию. Так, с 1 июля население республики будет платить по одноставочному тарифу 2 рубля 58 копеек за киловатт-час. Напомним, ранее тариф составлял 2 рубля 52 копейки. По дифференцированному тарифу, это когда стоимость электроэнергии в разное время суток различается, оплата составит 2 рубля 97 копеек в дневной зоне и 2 рубля 6 копеек в ночной. Для населения, проживающего в частных домах, оборудованных стационарными электроплитами, и как и для потребителей в сельских населенных пунктах, с июля текущего года устанавливается цена по одноставочному тарифу 1 рубль 81 копейка за киловатт-час. Но есть и хорошая новость для россиян и дагестанцев в частности. В скором будущем могут значительно повысить пособие на детей до 3 лет. С предложением увеличить выплаты с 50 рублей до размеров прожиточного минимума ребенка в регионе выступил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. При этом выплачиваться деньги будут лишь тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета. Напомним, нынешняя сумма пособий была введена временно в 1994 году, однако с тех пор не индексировалась. Установлена причина массовой гибели рыбы на озере Агель. Низкое содержание растворенного кислорода показал анализ проб воды, проведенный экспертами Народного фронта совместно со специалистами Института экологии Республики. Остальные показатели в норме. Мы взяли две пробы, отобрали, около развлекательного комплекса «Дракон». Там оказалось 2,9 мг на литр. Должно быть 6-7 мг, как минимум. Для нормального дыхания рыбы должно быть 6-7 мг на литр. И взяли около завода стекловолокна. Там оказалось 4. Немножко больше, потому что дул южный ветер, и вот там небольшой прибой такой шел. По словам эксперта, причиной могла стать активная хозяйственная деятельность вокруг озера. В частности, это могут быть гальванические мастерские, расположенные в районе завода стекловолокна. Для спасения водоема региональное отделение ОНФ предлагает ускорить процесс создания зеленого щита в Махачкале. Придать озеру статус особо охраняемого объекта, прекратить застройку его территории и слив источных вод. МВД Дагестана просит сообщать о фактах вызывания платы за проезд к морю. Береговая полоса побережья Каспийского моря на отдельных участках может быть перекрыта шлагбаумами. Такие переграды зачастую незаконно установлены и препятствуют свободному проходу граждан к берегу. Если вы столкнулись с подобными нарушениями, просим сообщить по номеру, указанному на ваших экранах. Пожарное депо добровольцев открыли в Кизлярском районе в селе Косякино. Оно сможет прикрыть пять населенных пунктов с численностью населения более 5000 человек. Торжественное мероприятие открыл глава муниципалитета Александр Погорелов. Он рассказал, что добровольцы из Косякино неоднократно спасали своих односельчан и их имущество от огня. Хочу поблагодарить министра МЧС Нариман Махмудовича за то, что он услышал нашего главу, услышал чаяние жителей. Сегодня у нас один уголок нашей родины будет охвачен. И мы действительно видели недавно, как эта пожарная машина справлялась с пожаром. Мероприятие посетил и глава МЧС Нариман Казимагомедов. По его словам, опыт ведущих стран мира показывает, что без вовлечения граждан в дело по профилактике и борьбе с огнем, эту задачу не решить. Сейчас задача у нас такая, чтобы именно на примере вашего пожарного депо, на примере руководства района, руководства сельского поселения, показать всем республике, как надо построить и развивать пожарную храну. Завершилось торжество ярким выступлением коллектива художественной самодеятельности населенного пункта. Отметим, что в целом в республике функционируют 19 подразделений добровольной пожарной охраны. С начала этого года благодаря им потушено около 20 пожаров. Уже завтра во всех вузах России официально стартует приемная кампания. Дагестанский государственный университет не стал исключением. В этом году в вузе объявлен прием по 34 направлениям бакалавриата, 2 направлениям специалитета и 24 магистратуры. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. Больших изменений в этом году нет. Общее число бюджетных мест более 1600. В вузе открылись и новые направления. Отвечая на вопрос о наличии каких-либо привилегий у абитуриентов при поступлении, Рабаданов отметил, что участники Олимпиады студентов «Я профессионал» приравниваются к лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний. Главная наша задача, как и каждый год, мы хотим получить наиболее подготовленных абитуриентов, наиболее подготовленных выпускников наших школ и наших колледжей. Для нас это очень важно, потому что задачи, которые мы себе поставили по качеству образования, по обеспечению соответствия качества образования университетов, всем современным требованиям требуют, чтобы мы получили подготовленных абитуриентов. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не приключайтесь. Более 2700 путевок летних лагеря получили дагестанские школьники. 10 июня сезон открыли 5 летних лагерей, а недавно еще 12. Всего министерством образования было аккредитовано 28 учреждений. Помимо загородных, дети могут отдохнуть и в лагерях при общеобразовательных школах. Путевки можно получить через МФЦ. В Кировском районе Махачкалы идет ремонт четырех улиц. Ремонтные работы на улицах Кизилюртовской, Академической, Московской и Северной ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Уже в конце следующей недели дорожники планируют начать работу в микрорайоне ДОСААФ, где будут также отремонтированы четыре улицы. БИАМ-технологии внедрили в Дагестане. С их помощью можно не только спроектировать строительный объект, но и отслеживать его состояние, проведение коммуникации, эксплуатацию и ремонтные мероприятия. Подобные системы используют лишь пять компаний крупных городов. Махачкале технологии уже использовали при проектировании одного из жилищных комплексов. Дагестанские бойцы ММА выступят на чемпионате и первенстве Европы. Стали известны составы мужской и молодежной сборных России по ММА, которые выступят в Риме на чемпионате и первенстве Европы. Турнир стартует уже сегодня. Большинство в российской сборной составили дагестанские бойцы, которые представляют разные регионы. Всего на европейских соревнованиях выступят 13 дагестанцев. И о спорте. Общекомандная победа и сборная Дагестана в Анапе завершился Кубок Мира по смешанному боевому искусству «Ориентал». За звание сильнейшего там боролись спортсмены из 17 команд. Отношения на татаме выясняли дети, юноши, юниоры и взрослые. Все они соревновались в различных стилях ММА. Это сейф, элит и лайт, а также по грипплингу. Триумф нашей сборной обеспечили воспитанники Бадави Гасанова, Руслана Раджабова, Расула Салаудинова, Алима Рашидова, Видази, Морданова и Эльнара Экберова. В общей сложности в активе сборной Дагестана оказалось 50 золотых медалей. По этому показателю наша команда заметно обошла соперников из Удмуртии и Ставропольского края. Таковы новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова